Добрый день дорогие друзья и коллеги в этот чудесный солнечный как я понимаю не очень типичный для Архангельского лета день мы поднимаем такие очень важные вопросы о том как давно устроено быть университетское издательство что ему полагается что ему не полагается и поговорим об этом я Иванова Елена Анатольевна директор издательского дома высшей школы экономики и моя коллега Добрый день Светлана Тюкина заместитель директора интеллектуального центра научно-билеотеки в САХУ в Северной Архангельской федеральной университете город Архангельск и мы поговорим и об издательстве и об университетской литературе и мы приветствуем как коллег которые нас видят в онлайне тех кто к нам зайдет сюда мы тоже будем рады видеть себя Я нам попрошу Даню Иванову сейчас представить издательство Зайский дом высшей школы экономики и в чем как вы видите вот эта особенность университетскости и задает ли гордое звание национально-исследовательский университет какую-то особенность и вообще представить просьбу Даню Иванова У нас такая тема заявлена что университетское издательство это не типография для методичек когда я увидела эту тему в программе я задала организатору вопрос откуда такая тема взялась а мне был дан совершенно фантастический ответ которым я очень удивилась оказывается это перефразированная фраза из моего прошлогоднего интервью И тут я задумалась конечно говоря об этом я говорила о нашем издательстве и в общем то не имела в виду все издательства России, мира потому что у каждого издательства на самом деле своя судьба и зависит она очень много от чего И представляя издательский дом вот есть вот вторая картинка сейчас я вам покажу На которой видно что в общем не так много книг мы издаем вот таких настоящих полноценных книг много лет подряд мы издаем плюс-минус сто При этом есть университеты я одно время их называла сейчас я наверное чтобы никого не обижать в этом контексте я их не буду называть но это открытая статистика и можно посмотреть у которых в год издается 400 книг Купить их правда не очень можно увидеть тоже И вот вполне себе я подозреваю что это вот эти самые методички которые так сказать вот если ссылаться на мое прошлогоднее интервью я не советовала никому издавать Но тем не менее то есть это совершенно разные стратегии вот прекрасно себе так сказать лидеры по числу выпуска книг так сказать не мы значит издательство превышающие так сказать нас в четыре раза по выпуску этих самых книг и прекрасно себе они так сказать вот специализируются на какой-то вот такой вот небольшой методической литературе Вероятно так сказать не профессиональный издательский изданный потому что я даже не знаю так сказать сколько надо иметь в штате редакторов корректоров верстальщиков чтобы в год издавать 400 книг Поэтому я думаю это те книги которые как говорят сделаны на коленке но тем не менее это имеет право на существование это тоже совершенно определенная стратегия развития Издательскому дому вот у нас тут такая есть первая картиночка вот 1 июня исполнилось 22 года То есть это 2000 год на рынке уже очень много профессиональных издательств университетские преподаватели прекрасно себе печатаются в инфроэм в логосе в кнорусе То есть так сказать полно издательств которые так сказать подбирают наших авторов а тут мы и была поставлена задача сразу все-таки вывести издательство На абсолютно профессиональный уровень с профессиональной редактурой и корректурой полным циклом с рецензированием как обязательным элементом выпуска книг и с печатью в заметных хороших типографиях заметными тиражами То есть сразу был взят такой вот крен на профессиональное распространение книги И сложно это было? Да конечно это было сложно потому что надо понимать что издательская деятельность в университете она является по всем бухгалтерским проводкам по всем системам учета Она является не совсем профильной деятельностью и поэтому вот так сказать понятно когда поступают там правительственные гранты когда поступают там оплата каких-то крупных заказов Даже так сказать когда поступает оплата от платного студента это какие-то ощутимые суммы а здесь поступают по 100 рублей за книгу и что с ними делать? Но тем не менее вот за эти 22 года мы наладили полностью всяческий учет мы приучили университет к тому что вот все это собирается все это анализируется Более того когда значит начались электронные продажи и это совсем так сказать началась продажа воздуха и здесь тоже удалось как-то наладиться То есть это вполне себе в университете может существовать торгующее издательство полного цикла вполне себе так сказать работающие на внешний рынок При этом конечно в России существует такая традиция что любое ведомственное издательство университетское издательство является внутренним ведомственным издательством работает на материнскую организацию Вот на сегодня более практически половины выпуска по наименованиям приходится на обеспечение внутренних нуж университета Но правда это не методички это научные публикации это материалы конференций то есть это вполне себе профессиональный в общем так сказать так же востребованный продукт В высшей школе экономики издательская деятельность устроена таким образом значит мы филиальная структура То есть есть офис основной в Москве и есть помимо московского еще три филиала в Нижнем Новгороде, в Перми и в Санкт-Петербурге Каждый из филиалов наделен правом ведения самостоятельной издательской деятельности Но в ограниченных масштабах то есть все-таки основной издательский продукт как бы завязан на центр То есть каждый сотрудник филиала имеет возможность опубликовать то есть при прохождении всех процедур которые проходят и московский автор московский сотрудник имеет возможность также опубликоваться в нашем издательском доме При этом в каждом из филиалов есть небольшие издательские подразделения и это не типографии это именно издательские подразделения но они ориентированы именно на вот такие вот внутренние потребности филиала Мне было интересно почему бы не развить издательскую деятельность в филиале и я общалась с директорами филиалов и очень интересно Помимо денег помимо желания руководства которые безусловно необходимы еще нужна та питательная среда которой так сказать для издательства является автор И вот если по всей высшей школе экономики условно говоря с которой собираем авторов мы это 6000 преподавателей и сотрудников просто в филиалах очень мало людей и соответственно продукта издательского тоже практически мало либо нет Или бы его так мало что вполне достаточно что что либо интересное и пригодное для распространения по стране и миру может издаваться в Москве Из того что издаем мы таким образом всего 45% наименований поступает в продажу Конечно это маловато то есть это порядка 60 книг в год но на сегодня страшное количество издательств которые 20 книг в год не издают Поэтому для нас это вот такая вот достаточно устойчивая тенденция ну которая вот вероятно вот так сказать соответствует нашему потенциалу Но мы стараемся чтобы книги все-таки были заметными чтобы они были событийными чтобы о них писала пресса И поэтому кажется что мы очень активно присутствуем на вот книжном рынке России И куда бы мы ни приехали и даже здесь интересно в Архангельске у нас как оказалось есть свой читатель То есть это говорит о том что книга все-таки очень заметна и востребована Ну в Москве просто ни на одно событие ни на один фестиваль А мы участвуем практически во всех фестивалях проводимых в Москве Это прежде всего и нон-фикшн и сейчас в новом формате проводится сентябрьская международная московская книжная ярмарка Мы проводим свой фестиваль уже несколько лет и мы ни на один из фестивалей не выходим без новинок То есть просто наш издательский план устроен таким образом что к каждому событию у нас есть определенный пол новинок Потому что читатель приходит и говорит нет эту книгу я купил тогда ты эту книгу я купил всегда Ну да вот что у вас совсем новенькое вот что у вас совсем новенькое и это читатели и московские и приезжие Это конечно очень здорово что так сказать вот есть свое имя есть какие-то свои так сказать коронные серии направления Серии конечно особенно востребованные и сейчас одну секундочку И мы на них конечно ставим Вот видите ли вы вот очень такая знаменитая вещь Значит как вообще устроен выпуск Мы раз в год собираем заявки с сотрудников С преподавателей и научных работников Но проводим активную издательскую политику То есть при том что высшая школа экономики очень сильно вкладывается в публикационную активность К сожалению последнее время так были устроены академические доплаты Что книга в них была недооценена И ни для кого не секрет что академическая активность Что публикационная активность Так сказать что книги пишутся в том числе и для этого Был сделан крэм на публикации в журналах Причем в журналах зарубежных И это дало колоссальный спад публикационной активности внутренней Вот условно говоря когда в 2000 году мы начинали Мы за год Это ну тогда не было 6000 сотрудников Но все равно значит мы собирали там порядка 100 заявок на публикации Это вот с Москвы и филиалов Значит сейчас это 6000 сотрудников И в год поступает ну не более 40 заявок Это там так сказать на монографии и учебники И конечно вот спад он просто совершенно налицо И поэтому мы проводим активную издательскую политику И формируем серии сами Не так сказать ожидать что вот к нам кто-то придет Кто-то предложит и так сказать вот что-то для нас напишет Хотя так сказать такой канал тоже существует И так сказать активно нами используется Ну вот серии проекта так сказать вот здесь вот я основные какие-то занятные принесла Вот это вот проект серийных монографий Значит он здесь представлен книгой нашего курировщего проректора Вадима Радаева Который просто так сказать невероятно так сказать бесуч Он раз в год выпускает книгу Вот совершенно вот свежая книга в другой серии И благодаря вот такому серийному Этого библиотека журнала вопроса образования Такому серийному наполнению Конечно Во-первых это все как-то группируется Это все как-то понятно Как устроено Понятно чего ждать Понятен уровень публикации То есть это ну такой ну совсем не кот в мешке Дальше вот такая есть серия учебники в школе экономики Сейчас вот у Светланы был такой вопрос Что вот электронные платформы Значит курсера там Значит вот внутренние электронные платформы Вот все вот это онлайн обучение А что сейчас с учебниками С учебниками сейчас не очень хорошо Значит в нашем выпуске где-то 80% Это все таки научные публикации Потому что сделать современный учебник Ну вот так как это делают сейчас Так сказать на Западе Ну нам пока не под силам То есть у нас это обычный Так сказать учебник Классический учебник Ну который так сказать отличается от монографии Там структуры, аппаратом Но выглядит даже если так сказать Это электронная так сказать вещь То все равно это электронная Электронная копия бумаги То есть так как это делает там Какую-нибудь валию Которого так сказать на электронный учебник Работает целый пул программистов По всему миру Значит а потом это все соединяется Вот в такой единый вот так сказать Вот в единую такую обучающую платформу Конечно нам пока еще не под силой Мы так сказать не ставим перед собой Такую задачу Из продаваемых книг Где-то треть это переводные книги То есть где-то мы можем себе позволить Порядка 20 книг в год Это достаточно много Потому что переводные книги Это длительный процесс Это переводчик Это научный редактор перевода Это вот все так сказать собрать Это лицензия То есть это долго и дорого То есть но вот Вот тем не менее мы держим Такую вот серию Которая называется Переводные учебники Выше школы экономики Ну вот так сказать Наши стратегические партнеры С которыми сейчас все Так сказать достаточно сложно Это Кембридж, Валью, Сейдж Что сейчас? Что сейчас? Сейчас я бы уже не знаю Сейчас правда сложно Потому что Ну вот условно говоря На полтора года У нас портфель имеется Составляющей переводы В портфеле там Порядка 15 книг Права на которые были приобретены До 2022 года А сейчас к сожалению Тишина У нас нет ни одного Ответа по авторским правам Начиная с 2022 года Потому что в этом году Казалось что все отрастает Что состоится лондонская Книжная ярмарка Которая является Такой традиционной Площадкой продажи Авторских прав И обычно все продажи Уже идут После мартовской Этой ярмарки Но в этом году Мы этого марта Не дождались И даже Кембридж Который Мы издавали там В год по 2-3 книги Кембриджа Не присылает Даже рабочие материалы Для того Чтобы Мы могли переводить Книги Которые Права на которые Были коплены В прошлом году Но мы не сдаемся Книги находим Что-то можно Подцепить в интернете Что-то еще Можно получить Через Армению Ну в общем Как-то Мы выкручиваемся Конечно Потому что нам Конечно Очень хочется Удержать ту структуру Выпуска Которую от нас Ждал наш читатель Будем стараться Вот в 19-м году Была открыта серия Монографии Вышколы экономики Пытаемся ее поддерживать По разным направлениям Это гуманитарные Технические Социально-экономические Юридические науки И столкнулись С такой интересной вещью Что с техническими науками Вообще очень плохо Что технические Технические специалисты Не пишут книг Просто значит Образуются факультеты Назначаются деканы факультетов Смотришь Так сказать Декан факультета А у него ни одной книги Просто Математики Химики Физики Книг Не пишут Или практически Не пишут Поэтому вот тоже Сталкиваемся Что пока Для нас Полочка-выручалочка Гуманитарное Направление Которое На самом деле Представлено На сегодня Лучше всего И писателями И читателями Вот интересная Такая очень серия Новые источники По истории России Ну вот казалось бы 22 год Значит 18-19 век Нет Оказывается Есть неопубликованные Архивные материалы Причем Какие-то Очень интересные И вот удалось Сделать Такую серию Где просто Какие-то Жизнеописания Совершенно Яркие Совершенно Необычные Вот например Записная Книжка Секунд Майора Алексея Ржевского 18 век То есть Реально найденная Записная Книжка Значит Путешествует Она никогда Не издавалась То есть Это все Первая публикация Алексей Ржевский Путешествует Из Москвы В Ригу И Описывает Свою Поездку Описывает Ее Так сказать Вот Очень ярко Вот Как это происходит На бытовом уровне Какую он Везет С собой Аптечку При этом Сохранились же Все Так сказать Фотографии Там Есть аптечки Мочеприемники То есть Он описывает Все Так сказать Вот это Вот свое Путешествие Как это происходит Ну Как Вот В 18 веке Происходило Такое Длинное Длинное Путешествие Вот И книги Просто Ну Пользуются Невероятным Невероятным Успехом То есть Это Просто Интересное Чтение Ну Почти Детективное Вот Нам Удалось Сделать Научную Книгу Читабельной Интересной И Я не побываюсь Этому Слову Красивой Вот Еще Так сказать Чем Можно Похвастаться Вот Эта Серия Полистория Тоже Замечательная Совершенно Напечатанная В России Да Она Напечатана На Всем Зарубежном Сырье Значит Довальческом Сырье Типографии Такое Не закупают То есть Нам Конечно Очень Повезло Что В университете Очень Имеет Значение Настрой Его Руководства На Книгоиздание От Этого Зависит Очень Много От Этого Зависит Финансирование От Этого Зависит На Сам Деле Во Многом Результат Деятельности Университетского Издательства Так Стоит Зависит От Того Ценит Ли Это Руководство Университета Вот Нам Очень Повезло Потому Что Создателем Издательства И Создателем Университета Был Ярослав Кузьминов Человек Абсолютно Книжный Очень Чувствующий Все Тенденции Книгоиздания Который Просто Какое-то Время Назад Сказал Что он Хочет Красивые Книги Что он Готов В это Вложиться Он Готов Дать Просто Целевым Образом Средства На То Что Книги Были Не только Содержателем Какими Они всегда Являлись Ну и Вот Очень Красиво Было Сделано Несколько Таких Серий Основанных На Всяких Тактильных Ощущениях На Всякой Красоте На Всяких Цветных Иллюстрациях На Всякой Такой Интересной Бумаге Которую Здесь Называют Чего Вы на Такой Темненькой Бумажке Печатаете На самом деле Это Замечательная Австрийская Бумага Которую Счастливым Обладателем Которой Мы Являемся Так Ну Чуть Они Уже Не Единственными В Москве Но Пока На Год Нам Этого Хватит Этой Красоты Огромной Удачей Оказалась Наша Работа С Дизайн Бюро Абц Дизайн Это Совершенно Удивительный Наш Партнер Который Делает Такие Необыкновенно Красивые Для Нас Книги Мы Нашли Полное С ними Взаимопонимание Чего К сожалению Нам Не удалось Сделать С нашим Факультетом Дизайна Потому Что Дизайн Книг Это Такая Очень Особая Тема И Потом Трудно Найти Единомышленников Вот Здесь Были Найдены Единомышленники Вот 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 Эти Вот Все Вот Эти Книги Кроме Анатомии Архитектуры Были Сделаны Как раз Абц Дизайном И Вот Сразу Спросите Ну Точнее Дизайнеры Это Люди Тоже Преподаватели Или В Каких-то Факультетах Вышки Или Это В Штате Нет Нет Значит Вот Дизайн Вот Таких Особых Книг Нет Это Совершенно Отдельная Контора Которая Очень Известная Дизайн Студия Они Работают С Большим Театром С Третьяковской Галереей С С Гаражом То есть Они работают с такими Интересными Издательствами Которые Они тоже Выбирают Самостоятельно К ним Нельзя просто Взять Упасть На голову И сказать Что мы хотим С вами работать Они еще должны Посмотреть Что они будут Делать И Вот Как-то Вот У нас Получилось И Вот Эта Вот Тоже Серия Тоже Такой Замечательной Бандеролькой Это Тоже Их Работа И При этом Когда Мы Начинали Работать С Наш Куратор Вот Вадим Радаев Он Говорит Только Чтобы Не Было Как У Гаража И Вы Знаете И Вот Это Очень Интересно Что Наши Книги Все Так Они Не Как У Гаража Не Как У Маргинин У У них Совершенно Свое Лицо И Нас Слышат Вот Это Очень Ценно Что Мы Обладаем Уникальной Способностью Принимать Полнейшее Участие В Создании Вот Того Что Ты Держишь В руках Ну Вот Это Вообще Серия Совершенно Удивительная Это Первая Серия Которая Была Основана Как Раз Вот Как Красивая Книга То Есть Все Книги Хороши Но Вот Эти Книги Которые Входят В Книгу Хосе Библиотека Селекта Они Особенно Хороши Потому Что Они Еще Вот Так Завязаны На Вот Такое Вот Всякое Интересное Абсолютное Оформление На Очень Хороший Дизайн Тоже Это Делал Абц Дизайн И Печатались Они В Латвии Сейчас Так Какая Живот У Нас Книга Вот Это Третья Книга 16 Сы Об Истории Искусства Мы Пытаемся Такую Живот Книгу Воссоздать В Нашей Типографии Потому Что К сожалению Латвийская Типография Для Нас Закрыта Ну Посмотрим С замиранием Думаем Что Будет Материал Пока Весь Куплен Красивый Западный Вот Посмотрим На Результат Потому Что Конечно Латвийская Типография Печаталась Совершенно Ну Вот Просто Совершенно Изумительно Ну Я Наверное Очень Много Уже Говорю Я Наверное Дам Слово Сознание Потому Что Может Быть Есть Вопросы Можно Сразу Озвучит Смотрите Для вас Образ Издательства Такого Очень Необычного Вы Прежде всего Себя Воспринимаете Издательство Высшей Школы Экономики Или Издательство Университета Как Явление Университетского Издательства Или Все-таки Для вас Прямо Важнее Быть Позиционировать Что Это Особый Университет Самый Простой Да И Такой Яркий С История С Молодой Достаточно На И Относящий Научно Исследовательским Вот Вы Для Себя Это Можно Представить Именно Университетское Издательство Вы Прежде Себя Издательство Как Вам Хотелось Позиционировать Не Так Не Ся А Третьим Образом Издательство Профессиональное Издательство Потому Что Значит Издательство Университетское Это Всегда Так Ну Так Вот Так Вот Там Вот Где Это Что То Так Вот Скромненько Значит Издательство Высшей Школы Экономики Вообще Издательство Издательство Высшей Школы Экономики Это Вообще Издательство Без Всяких Скидок На То Что Мы Вот Тут Вот Так Сказ Краю Постоим Это Конечно Университетское Руководство Дает Возможность Развиваться Как Профессиональному Издательству Это Тоже Очень Важно Потому Что Можно Задавить Теми Же Методичками За Мусорев Так Издательский Пакет Ни Одна Еще Из наших Инициатив По Развитию Издательства По Формированию Портфеля По Созданию Серий По Их Позиционированию Не Была Не Признана Вот Это Очень Конечно Окрыляет Что Мы Работаем Как Единомышленники Что Нам За Все Это Время Не Было Ничего Спущено Сверху Поэтому Я Когда Мы Только Начинали И Мне Все Хотели Помочь Я Встречалась С Одним Очень Известным Не Буду Называть Функционером Библиотечного Дела Который Меня Спрашивал А Горит Вот На Какое Издательство В России Вы Хотите Быть Похожи Там Мфроем Там Кнорус Там МГУ Тогда Еще Издательство МГУ Хорошо Издавала Книги А я Была Так Удивлена Вопросом Что Оказывается Надо Быть На Кого То Похожим Потому Что Через Наши Руки Проходило Много Книг Кембриджа Оксфорда Валью Таких 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 Мировых Лидеров Книгоиздания Которые Работают Без Скидки На То Что Университетика Это Только Определенный Плюс Но Никак Не Минус Еще Вопрос Вы Как раз Подвели Упомянув Зарубежное Издательство Как вы Считаете Есть ли Специфика Или Какая-то Самодостаточная Самобытность Когда мы Говорим О литературе В научно-образовательной Сфере Российской И То Что Пакет Формируется Научно-образовательной Литературе Пространство Зарубежных Изданий Есть ли Какая-то Между ними Или Сейчас Можем Говорить Что Общее Мировое Пространство Образование Не Размыло Эти Границы Или Все-таки Великая Русская Классическая Литература И Дальше Просит Золотой Век Можно Я Понимаю Ваш Вопрос Я Понимаю Ваш Вопрос Как Вы Думаете Можно Выделять Микрофон Продолжить Зарубеж Надо Понимать Сколько Студентов Читает По-русски И Сколько Студентов Читает По-английски По-английски Больше Меня Когда-то Совершенно Поразило Разпространение Кембриджа Который Один из Лидеров Университетского Книгоиздания Именно Образовательного Именно Учебники Склад Издательства Кембридж Соответственно В городе Кембридж Выходит Своей Тыльной Частью На Товарную Станцию Железной Дороги Кембриджа То есть Это просто Значит Распространение По всему Миру Это Ну это Это конечно Это просто Несравненные вещи Это совершенно Несравненные Тиражи Это все Конечно Так сказать Совершенно Другое У нас Есть своя Специфика Да Потому что У нас есть Какие-то Курсы Которые Читаются Только в России Поэтому Конечно Они могут Опираться Только На русские Учебники С другой Стороны Значит Курсы Пересекаются И поэтому То почему Мы издаем Очень мало Русских Учебников Вот у нас Вот это вот Пополнение Серии Учебники Высшей школы Экономики Вот это вот Белое Это целая Колоссальная Проблема Вот просто Посмотрите С третьего Года То есть Это За 20 Лет Да Значит За 20 лет Считай Вышло 50 Наименований Ну Нетрудно Посчитать Значит Сколько Этих Учебников Выходит Год И при том Что Они еще И не просто Так выходят Значит Чтобы Появился Вот такой Вот Вот Где он Вот этот Большой Значимый Учебник Мы даем Гранты То есть Издательство Дает 300 500 Тысяч Чтобы Автор Сел Дома Не бегал По подработкам И написал Учебник А дальше Мы бегаем За авторами Что Значит Так сказать Стыдим Их Прилюдно Что Когда же Вы Сейчас Мы просто Стали Не давать Предоплаты Потому Что Надоело Быть Рекетиром Не пишут Учебники Это Колоссальный Труд А Кто Пишет И Издается Не у нас Это Просто Во многом Перепевы Западных Учебников Поэтому Создать Оригинальный Учебный Курс Это Очень Большая Работа Поэтому Вот Да Вот Где-то Полтора Учебника В год К сожалению На Шесть Тысяч Преподавателей И Сотрудников Вот Наш Горизонт И Еще Буквально Вылистаю Преподавание В Клинисе Владимир Радай Только Только Вышедший Она Буквально Я открываю Вторая Голова Потому Что Современный Студент Не любит Читать Длинную Литературу Сложную Литературу И Дальше Трагедия На Тему Тему Как Жить Современному Российскому Образованию Когда Студенты Читать Не хотят А преподаватели Еще Не Пишут Больших Учебников Вроде Как Все Друг Друга Встретили Потому Что Одни Слежные Вот Как Вы Думаете Дальнейшем Вот Эта Тенденция Она В какую Сторону Пойдет Если Мы Говорим Студенты Не хотят Читать Сложно На Преподаватели Сложно Пишут Учебники Уйдем Лей Мы По Пути Таких Статей Либо Все Архитектуры Блок Исторический Можно Ли Говорить Прямо Такой Смене Парадигмы Учебной Литературы И Войти На поводу Прекрасных Студентов Либо Наоборот Искать Варианты Мы На днях Мы С коллегами У нас Есть такой Неожиданный Сушен Когда Мы С коллегами Обедаем У нас Директор Библиотеки Начальник Научного Управления Директор Одной Суши Школы Каждый День У нас Какая-то Тематика Обсуждается Буквально Три дня Назад Мы Обсуждали Учебники Мы Говорили Пришел Один из Коллег Говорит Что Что Я Не Могу Заставить Студентов Физиков Читать Большой Учебник Они Умнее Станут Лучше Станут Более Подготовленным Они Просят Либо Дайджест Либо Конспект У нас Была Дискуссия На Обед Перешедшая У нас Встреча На Фестивале Я Честно Дала Прям Слово Что Мы Попытаемся Поговорить На Чью Сторон Мы Идем В В Сторон Студентов Пытаться Облегчать Подготовку Учебную Либо Все равно Держать Эту Рамку И Заставлять Их Встать На Цыпочки И Одолеть Как Вы Думаете Думаю Я По Разному Знаете Значит Вот Анна Карина В трех СМС Это Конечно Да Бывает Но Во-первых Студент Студенту Рознь Вот Все-таки Наш Основной Читатель Это Гуманитарий И Школа У нас Называется Высшая Школа Экономики Издательство Соответственно Высшая Школа Экономики А Если Ты Возьмешь Прайс Лист То В нем Преобладает Культура История Кинематограф Потому Что Анатомия Архитектуры Которая Продана Я Там Какими-то Лидирующими У меня Есть Вот Такой Вот Так Про Книги Бестселлеры Просто Слайд Он На самом Деле Очень Говорящий Сейчас Просто Я До него Долистаю Просто Вы увидите Тематически Что Это Такое А Вот Они Вот Они Уважаемые 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 Скажите Скажите Вашим Детям Про Кино Это Три Тысячи Значит И Как Богатые Страны Стали Богатыми Почему Бедные Страны Остаются Бедными Десять Тысяч Экземпляров То есть Вот Понятно Что Из Раз Два Три Четыре Пять Шесть Из Семи Бедселлеров Только Два Околоэкономических И из них Только Один Макроэкономика Это Учебное Издание То есть Вот Все-таки Основная Основной Упор Для нас Сегодня Это То Что Можно Почитать Значит Это Поддержание Учебной Литературы И Совсем Как я Уже Говорила Плохо С техническими Науками То есть Вот Техническими Науками Я даже Не знаю Но Тут Мы Переписывались С одной Дамой Которая Прислала Нам Что Для нее Было Таким Откровением Что Она Написала Монографию Три Авторских Листа А мы Не хотим Ее Издавать Потому Что Мы Не Обижаем Авторов Но Намекаем Что Монография На три Авторских Листа Быть Не Может Если Она Не Математика Она Даже Не Поняла В чем Вопрос Она Говорит Неужели Вы Так Цените Математика Понимаете Поэтому Да Наверное Технарии Больше Завязаны На Какую-то Другую Подачу Материала Я думаю Об этом А с Гуманитариями Все В порядке И Гуманитарии Как читали Так и Читают Причем Читают Бумажные Книги Вот Сейчас Пандемия Просто Когда У всех Был Спад Мы Рванули Просто Вверх По Продажам Причем Читают И книги Бумажные И на 20% Мы За пандемию Выросли По Электронным Книгам Поэтому Читатели Остаются Просто В каждой Группе Читателей Наверное Нужно Иметь Свой Подход В развитии Этой Истории Как Подходы Группам И тем Пандемии У нас Всех Внезапно Научила читать Точно Умела Электронную Литературу Электронные Издания Электронную Литературу Ипап Слушать Аудиокниги Переходить Искать Какую-то Максимально Удобную Форму Для чтения Причем Если это Какие-то Есть Электронные МДС Они размещают Где-то Это ПДФ Форма Где-то Чтобы Удобно Было Переходить Как Вы Думаете Насколько Конкурентоспособны Издательства Когда Продолжают Работать В классическом Бумажном Формате Понятно Что Яна Причат Книжную Культуру В людьмом Всю Жизнь Мне хочется Книгу Взять В руки Пролистать Я понимаю Что Я пытаюсь Найти Исследование Пока До сих Большого Не нашла Как Меняется Читательское Восприятие Насколько Можно ли Сопоставлять Если Ты читаешь Книгу Бумажном Вариате И электронном По уровню Запоминаемости Этого Материала По возможности Структурированности Насколько Нейрофизиологии Это Немножко Разные Процессы Когда Мы Еще Задействуем Зрительные Только Если У нас Тактильные Если Мы Еще Работаем С Возможности Возврата Это Нейрофизиологически Разные Операции Чем Когда Мы Работаем С Экраном Компьютера Но При этом Момент Удобства Места В наших Квартирах Которые Заканчиваются Катастрофически И Финансово Когда Ты Понимаешь Логика Развития Такого Издательского Интеллектуального Пространства Конкурентно Неспособные Электронные Ресурсы С ними Дружить Делать Параллельно На электронную Версию Бумажную Версию Как Для вас Ближе Какая История Ну Как ни Странно Вот Для меня Как Читателя Если Вдруг Вам Работаю С Бумажной Книгой Я С Удовольствием Подбираю Материал То есть Я Вижу Того Читателя Для Которого Я Это Делаю Но Как Я Я Люблю Электронную Книгу Почему Это Прежде всего Потому Что Она Всегда При Тебе Причем Читаю Легко С Телефона У Меня Там Большая Подписка На Литр С Мне Это Очень Удобно Потому Что Мало Времени Я Никогда Не знаю Когда У меня Образуется Этот Час Времени Когда Я Смогу Вдруг Почитать Вот Носить За собой Большую Книгу Так Сказ Сейчас Ну Вот Это Не Совсем Удобно И Дальше Есть Еще Интересный Такой Момент Что Ты Можешь Выставить Нужный Тебе Шрифт Вот Для Меня Это Стало Совершенно Критическим Я Лескова В Всемирная Детская Литература Просто Откройте Эти Булавочки Ничего Не Видно Просто Ничего Это Это Всемирная Детская Литература Была Такая При Социализме Серия Лесков Ну Не знаю Как он Попал В детскую Литературу Ну Во всяком Случае Вот Для Меня Как Для Читателя По Многим Параметрам Комфортнее Электронная Книга Для Студента Это Тоже Очень Удобно В моем Представлении Потому Что Электронный Ресурс Предоставляет Определенные Сервисы Это Закладки Это Копирование Для Работы Для Подготовки Квалификационных Работ Для Копирования То Мне кажется Что это Идеальная Совершенно Вещь Для Ускоряющая Процесс Конечно Если Речь идет О Художественных Изданиях Конечно Это Альбом Конечно Это Бумага Но Когда Речь идет О Художественной Научной Литературе В моем Представлении Электронная Книга Это Просто Находка Значит У нас Электронные Вот Как раз Пандемию У нас Все Продажи Выросли Но Электронные Продажи Выросли Просто На 20 Процентом Значит Мы Сами Не Продаем Электронные Книги У нас Есть Целый Путь Партнеров Да У нас У нас Стратегический Партнер Литрес На Котором Наши Книги Появляются Раньше Чем В бумажном Виде То есть Когда Готовится Оригинал Макета Он Сразу Размещается На Литрес А Все Книги Есть Электронные Сейчас Я скажу И Потом Еще Три Четыре Недели Тираж Делается В типографии А Книга В электронном Формате Уже Живет Причем Литрес От того Что Мы Везде Рассказывают Что Наши Стратегические Партнеры Они Во-первых Держат Все Наши Книги Абсолютно Которые Есть Права И Делают Их Очень Быстро Потому Что Не Все Электронную Продажу Потому Что Там Есть Тоже Определенный Процесс Там Нужно Сделать Для Разных Форматов Чтения Там Они Делают Четыре Пять Форматов Обязательно Но Дальше Книги Делаются Быстро Дальше Еще Очень Удобная Есть Такая Штука Как Коллекция Вот Вы Как Библиотечный Работник Это Можете Оценить И Ни Одна Коллекция Из Кучки Бумажных И Поэтому Есть Просто ЭБС Которые Торгуют Тоже Лан О которой Вы Наверное Нам Тоже Можете Рассказать Которые Очень Успешно Формирует Книги В коллекции И Вы Не Поверите Даже Наша Библиотека Наши Книги В Электронном В виде Покупает Тоже Лан То есть Покупает Те же Коллекции Почему Потому Коллекция Это Уже Подборка Это Уже Колоссальный Удобный Объем Сервисов Которые Студенту Нужно пройти Большой Путь Чтобы Это Все Подобрать Сделать Студенту Преподавателю Все ли Книги У нас Поступают В электронной Продаже Нет Не все Так как Инвестором Выступает Университет То С авторами Подписывается Договор На Все Вида Распространения Он Не подписывается Как на Служебное Произведение Это Нормальный Лицензионный Договор Но Раз Вышка Является Инвестором То Определяет Правила Игры То есть Договор Подписывается На все Виды Изданий Это И Электрон В прошлом Году У нас Появились Аудио Издания Вот Вот У нас Вот Три Так сказать Ну Сейчас Уже Четыре Книги Но Тоже У нас Есть Стратегический Партнер Это Вот Компания Вимба Которая Собственно Ну Имеет Свою Прекрасную Студию Умеет Работать Вадим Вадим Радаев Сам Начитывал Свою Книгу Вот Смотрим Кино Понимаем Жизнь А вот Две Другие Книги Записывали Профессиональные Актеры И Так Все Сервисы Для Это Сделали И Сейчас Во всем Мире Да Ну и Соответственно В электронный Формат Не Попадают Нет 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 Это Все Русские Попадают В электронный Формат Попадают Например Оксфорд Очень долго Не давал Права Русским На электронные Издания Потому что Считал Ну сейчас Вообще Ни на что Пока не дает Ну неважно Но и в хорошие Времена Он не давал На электронные Издания Книги До того Как Ты не Отчитаешься Многократно За бумажную Книгу И он Послал Ты вообще В состоянии Отчитываться Ты вообще Про это Что-нибудь Знаешь Поэтому Есть Издать Все Политик Которые тоже Не любят Давать Права На электронную Книгу Ну и туда Идет Аудиокнига Есть издательства Которые Легко дают На все Форматы И это Приятно Потому что Ты сам Решаешь Как это Дальше Будет Жить Скажите пожалуйста Есть ли такая Практика Потому что Я знаю Что в Ушке Очень много Историй Связан Когда студенты Привлекают В какой-то Проектной Работе И есть Дизайнер То есть Какой-то Либо Такой Студенческая Вариация На тему Издательства Они может быть Сами что-то Издают Либо Привлечение Студентов К аудио Формату Или Издательство Это все-таки Сугубо Профессиональная История Где Студенты Пока еще Они только Используют Литературу Может быть Какая-то Есть практика Вовлечения Студентов Ну вот У нас Например Было В Плафрах Которых Студенты Вовлекали В Красное В отделение Связанное С книгоиздательской Деятельностью И макетом И вот Есть Волонтерские Такие Когда мы Говорим Про Поморскую Энциклопедию Один из Таких Значимых Издательских Проектов Больших Университетских Такое Мультидисциплинарное Ну вот Такое Привлечение Есть ли Такой Вариант Вы знаете Подразделения Факультеты Могут Опубликовать У нас Например Сборники Студенческих Работ То есть Деньги Издательства На это Не тратятся То есть У нас Есть Определенная Стратегия Что У нас Значит Помимо Книг Есть Еще Журналы Куда Тоже Есть Студенческие Какие-то Истории А есть Профессиональные Истории Профессиональные Истории Студентов Мы не Очень Пускаем Потому Что Есть Площадки Где Студенты Могут Издаваться Издаются Студенческие Сборники Сборники Конференции Ради Бога Это Все Возможно Вот Есть У нас Еще Журналы Которыми Мы Занимаемся Вот здесь Представлено 10 журналов И Тоже Студенты Туда Могут Только Как На Подхвате Они Могут Подбирать Какие-то Материалы Что-то Значит С точки Зрения Создания Оригинал Макетов Понимаете Это тоже Очень Профессиональная Вещь Потому Что Мы Покупаем Профессиональные Шрифты Мы Покупаем Профессиональные Программы То есть Вот Просто так Абы где Абы как Книга Сделана Быть не может Она просто Потом Может Быть уничтожена В типографии То есть Вместо букв Могут Возникнуть Какие-то То есть Вся Абсолютная Деятельность Абсолютно Профессиональная И Вот Так Скать Любителей Мы Мы Не Приглашаем Любителей Но Значит На студентов У нас Есть Определенная Опора Значит Вот В прошлом Году Был Отличный Совершенно Проект У нас Есть Факультет Медиакоммуникаций И Они У них Была Целая Программа Такая Это Буктрейлеры Для Издательского Дома И Делались Просто Отличные У них Значит Есть Профессиональная Студия Звукозаписи Видеозаписи И Вот В этой Студии Это все Делалось Потом Нам Передавалось Мы Это Естественно Ставили На сайте Везде Прикрепляли К продвижению Книги И Это Были Абсолютно Профессиональные Вещи Но Это То Что Умеют Они И Не Умеем Мы Студенты Очень Активно Принимают Участие В наших Фестивалях Помогать То есть Это Волонтерская Деятельность Которая Тоже Так сказать Известная И так Далее Студенты У нас Очень Активные Покупатели Книг И Ну Так Получилось Исторически Раз Так сказать Вот Вы умеете То И делаете Значит У нас Есть Два Магазина Таких Так Нормальных Магазина Мы Делаем Еще Всякий Мерч Вот Эту Студенческую Тему И Студенты Очень Активно Ходят В магазины Ну Книг Они Покупают Меньше А Сувенирная Продукция Пользуется Огромным Спросом Спасибо Нам Организаторы Показывают Что Наше Время Истекает Поэтому Сейчас Будет Следующий Мастер Класс Что Что Наверняка Прекрасное Поэтому Поблагодарим Вживую В онлайн С нами Работал В общем Есть Какие-то Вопросы Что Есть Здесь На выставке Издательская Да На выставке Есть Стр Можно Придеть Стр Посмотреть Вживую Книги Издательского Дома Школы Экономики Купить И Быть Счастливыми Обладателями Не только На сайте Но и Прямо Сейчас Вживую Спасибо Большое Спасибо Всего Доброго Спасибо Спасибо Спасибо